На этом уроке мы немножко поговорим про 16-ю страницу трактата Эрувин. И здесь обсуждается, в том числе, если, допустим, какой-то караван становился где-то, как им окружить свое место, чтобы можно было носить внутри шаббат. И дается вот такой совет, что можно с помощью веревок, которые идут друг от друга меньше, чем тритфахим. Мы говорили уже, что меньше, чем тритфахим, это всегда считается Левуд, концепция, которая означает, что как будто это место плотно заполнено. То есть, если, например, делают забор из кольев, которые имеют пропуски между собой, но между каждым колом и следующим меньше трех тфахим. Или в данном случае в горизонтальном направлении. То есть, первая веревка идет параллельно земле ниже, чем тритфахим, но она имеет свою толщину какую-то. Потом над ней следующая веревка опять ниже трех тфахим от предыдущей. И потом последняя веревка. Если всего сама толщина всех трех веревок больше, чем тефах, то можно их так, соответственно, повесить, что они будут, в общем, покрывать высоту в 10 тфахим, и между ними будет меньше трех тфахим. Конечно, если веревки очень тонкие, тогда нужно будет сделать еще одну веревку. Будут тогда четыре веревки, которые идут параллельно земле одна над другой, и между ними расстояние везде меньше трех тфахим. И есть несколько интересных вопросов по отношению к этому. Во-первых, а почему, собственно, такой сложный способ дали наши мудрецы, вешать три веревки, натягивать? Почему не сделать просто цуротопетах? Мы уже говорили, что вроде цуротопетах помогает повесить веревку над двумя столбами. И, соответственно, можно было бы просто четыре столба поставить вокруг этого лагеря, где они расположились, и над ними провести веревки, и будет четыре цуротопетах. На самом деле, на базе этого как раз и учат некоторые решениям, что не всегда помогает цуротопетах, или что невозможно со всех сторон делать цуротопетах. И так в Лисовском Тамуде, собственно, и говорится, что если бы можно было бы сделать цуротопетах любой длины, и даже больше десяти амот, и всегда это помогает, то тогда зачем-то три веревки, достаточно одной веревки. Но на практике у нас халаха, как я уже говорил, в шухонарухе, микорадин, да, главное мнение, которое приводит шухонарух, что можно делать со всех сторон цуротопетах, и можно даже цуротопетах делать на большие расстояния, то есть сам петах может быть высотой и шириной и больше, чем десять амот, и намного больше. Поэтому на вопрос, почему же тогда нельзя было так сделать с лагерем, или почему не сделали так, в так называемых пассе-бераот, это будет в следующем перике, в следующей главе, Ревин будет обсуждаться, что в определенных местах, где был источник воды, они делали такие как углы вокруг этого места, делали мехицу не полную, чтобы могли животные подойти и пить, а делали как углы. И опять же, почему не сделать танцуротопетах, это проще, чем делать практически стены шириной, каждый раз по ама обычно, по локоть, чем делать эти углы, не проще ли просто, опять же, воткнуть в землю четыре столба и над ними провести веревку. Только на все это ответ, Тают Тософот, один из ответов, что это не будет хорошо держаться цуротопетах. Представьте себе, что вот вы просто поставили четыре столба и над ними провели веревку, или тоже какую-то перекладину прибили сверху. Так вот это все держаться будет довольно слабо, и могут животные это разбить. Во всяком случае, это неустойчиво. И еще есть одна попытка ответить на эту сложность, а именно, что то, что разрешили с четырех сторон использовать цуротопетах, это только в городе или во дворе. Но когда это делают где-нибудь вне города, как в данном случае, если караван где-то остановился, то там не разрешили делать цуротопетах с четырех сторон, и там только разрешили с помощью этих веревок. То есть, согласно этому подходу, и так Шуханаров, кстати, постановляет, согласно этому подходу, цуротопетах, в принципе, работает даже на большие расстояния, но только если там постоянное жилище. Но во временном месте, где люди остановились, или где-то там в долине, если хотят окружить какое-то место, то там нужно использовать именно веревки или какие-то еще способы, но не цуротопетах. Интересное следствие нашей Мишны, где говорится вот про эти три веревки, это многие современные суки, в смысле шалаши для праздника Суккот. Они сделаны именно на базе похожей идеи. То есть, пишут Шуханаров, что не следует вешать просто какой-то материал, допустим, полицилен, какой-то пластик, в те времена это был, допустим, лен, допустим, из простыней, делать суку из таких вот материалов, потому что ветер это все сдувает. Так что же делать? Как же тогда суку окружить? Можно делать прямо-таки твердую, так сказать, поверхность, это наиболее тяжелый в практическом осуществлении метод, но сделать суку прямо-таки из настоящих стен, из дерева или из пластика или из каких-то других материалов. Но есть вот способ, который сегодня используется, это собирается тогда сука очень в небольшом компактном месте, то есть получается, что вся сука помещается где-нибудь на цокольном этаже или где-то можно потом это положить в шкаф, немного занимая место. И при этом она кошерно будет ли отхила, и мы не боимся ничего, а именно как это сделать. То есть там тоже есть материал, который вокруг суки натягивается, да, это из какого-то, похожий на пластик материал, какой-то материал, который натягивает вокруг. Но так как мы боимся, что он, как сказал Шухонарух, его ветер будет сдувать, то также натягиваются вот такие вот ремни. То есть сделана сука, что там идут параллельно земле ремни, и эти ремни друг от друга меньше, чем 3 тфахим, и они доходят до второй перекладины, да, там 3 ремня плюс перекладина, то есть как будто 4 ремня. И вот эта перекладина, она на высоте 10 тфахим, как я сказал, или выше. И получается, что с трех сторон суку вот так вот окружают, натягивают специально эти ремни параллельно земле и параллельно вот этой второй перекладине. И с помощью них получается, что даже если вообще не будет самого материала, который натягивается на раму суки, даже если останутся только эти ремни, то этого уже достаточно, потому что, как мы здесь учили, если ремни параллельно земле идут на расстоянии меньше трех трахим друг от друга, то это левуд, и это как сплошная поверхность. И на этом мы закончим на сегодня. Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите лайк.